Так как прошлая теория по Dark Deception вам очень понравилась, я решил сделать вторую часть. Всем привет, с вами Квейтман, и сегодня мы опять поговорим о кошмарных медсестрах из 4 главы Dark Deception. В конце прошлой части я сказал, что медсестер будет несколько, но не могут же они все быть одинаковыми. В каждой больнице должна быть старшая медсестра, и упитанные из прошлой части не исключение. Все остальные медсестры будут ее приспешниками, ну точнее приспешницами. Они будут гораздо худее, чем старшая, и в их руках будут маленькие шприцы с ядом. У приспешниц будет два вида одежды, а одна из них будет везти старшую медсестру, чтобы та не уставала, пока гребет своим шприцом. Возможно из-за того, что у медсестер закрыто лицо, они не будут нас видеть, но зато будут слышать. Поэтому иногда они тихо будут стоять на месте и прислушиваться, а пока медсестры неподвижны, мы должны собрать осколки душ. Если же она стоит на пути, а за ней осколок, мы просто используем способность телепатию и притянем его к нам. Так как все кошмары Dark Deception это кошмары главного героя или воспоминания из прошлой жизни до попадания к Бирс, то какой след оставила больница в жизни главного героя? На самом деле даже очень большой. Для объяснения перейдем на уровень сутками. В секретной комнате мы находим две новые записи. Пациентка Кристан Дрейзи является 12-летней кавказской девочкой, живущей с родителями, с историей психологического здоровья, которая восходит в 2014 году. Пациентку госпитализировал ее отец. Говорит, что дочь подвержена случайным резким перепадам настроения и паническим атакам. Также утверждает, что она действует эмбульсивно, проявляя рискованное и опасное поведение, чтобы привлечь его внимание. Он боится, что она будет продолжать вредить себе или в конце концов другим. Есть история психологического заболевания со стороны матери. Во время обследования пациентка описала свое настроение как хорошее и наставила на том, что оно улучшилось за последние несколько лет. Несмотря на ее слова, самооценка пациента кажется низкой. Ангидония, нарушение сна, не кажется, что ест хорошо, потеряя вещи тела, не сообщается изменения в энергии, никаких самообщенных изменений в концентрации или памяти. Пациентка проявляет крайнее волнение, когда ее спрашивают об отце. Она убеждена, что он игнорирует ее и не любит. Она считает, что он хочет, чтобы ее не было. Пациент показывает признаки прошлого самоповреждения со шрамами на обеих руках. Поправка рекомендаций, что она потенциально страдает от раннего биополярного расстройства, консультировали по дальнейшим тестам. Наблюдением лекарства будут назначены при депрессии и тревоге. Начну с окскорбозепина и злофта. Анжела Синкутс. В первой записи мы узнаем о девочке, которая имеет психическое расстройство. А также она думает, что отец ее не любит и хочет, чтобы ее не было. Ну а кто эта девочка? На самом деле это Агата, которая по одной из теорий является дочкой главного героя. Если вспомнить фразу Она осталась такой же в этом возрасте. То это еще одно доказательство, что наш герой знал Агату, а точнее был ее отцом. Перейдем ко второй записи. Я больше не могу посещать эти психиатрические визиты. Таблетки ей совсем не помогают. Я не знаю, когда она может взбеситься. Ее все бесит. Ей нужно больше времени. Это бесконечный кошмар. Она никогда не будет нормальной. У нее такое же биополярное расстройство, как и у ее матери. Наверное, даже безумие. Я старался изо всех сил, но эти оба стали невыносимыми. Я не планировал так страдать. Я не семьянин. Не все равно, что люди думают обо мне. Эти двое не знают, что значит быть счастливыми. Они высасывают радость из моей жизни. Мне нужно от них избавиться. Но пока я не могу. У меня много денег и большая карьера. Я все еще молодой и привлекательный. Я могу начать все сначала. Забрать младшую девочку, которая без умственных отклонений. В этот раз сделать все правильно. И все еще нужно что-то сделать с ними. Я не позволю взять мою половину. Она будет использовать этого ребенка с дефектами, чтобы получить с этого деньги. Я хочу забыть все это как нужно скорее. К счастью, она не влечет умом. Возможно, есть выход. Отец девочки, которая просто хочет внимания, имеет желание избавиться от нее и начать жить заново, не думая о прошлом. Может, именно та авария на рисунке имеет отношение к главному депутателю. Вот и исполнилось его желание. Он избавился от жены и от дочки. Так зачем ему обращаться к Бирс? Он не ценил то, что у него было. И избавившись от своих проблем, он наделал кучу новых. Именно для того, чтобы все вернуть, он обращается к Бирс. И на этом начинается сюжет оригинальной игры. В обоих записях есть упоминание о больнице, в которой наш главный герой провел очень много времени впустую. В конце концов, он уже не может терпеть свою жизнь и хочет начать все заново. А больница становится для него настоящим кошмаром. Ну что ж, это всего лишь моя теория. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до скорых встреч.